Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Итак, господа, собрание создателей коротко, а не коротком, я объявляю открытым. Убери на место. Ага, давай. Кто чем порадует? Задрот, что у тебя? Ну, там вышел сериал по Звездным Войнам, но я в них особо не шарю, поэтому если ничего не выстрелит, то ближайшее событие это мега-кроссовер от Сидаба. Понял, принял. Что по экранизациям? Да есть там парочка экранизаций. Одна по Кингу, другая нет. По какой-нибудь что-нибудь сделаю. Круто, жду. Независимый жанр. Ладно, если что подвернется, шуми. Интро. Интро. И интро. И интро. Интро. И хуй с тобой. Тех, ну что там с проектом? Глянь, есть модподдержка? Да, давай узнаем. Нет, в группу пока никто не задонатил. Слушайте, так а давайте сделаем как дудочник из Кремниевой долины. Кто? Откуда? Вы не в курсе? Короче, слушай... Это же ООН? Не открывай. Ну окей, сейчас расскажу. Кремниевая долина. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин и рубрика «Что посмотреть?». Рубрику, где я рассказываю про закрытые сериалы, законченные сериалы или сериалы, имеющиеся за спиной от трех сезонов. И сегодня собирайте вещички, так как мы отправляемся в Кремниевую долину. Сюжет сериала развернется в Кремниевой долине, где в бизнес-инкубаторе Эрлиха Бахмана... Немного о себе. Я создатель Авиата и миноритарный акционер Грайдера. Это сайт знакомств для геев, где можно в радиусе 10 миль найти желающего совокупиться в общественном туалете. Живут кучка молодых технарей. Ричард, Динеш, Гилфойл и Башка. Желая пробиться в люди, каждый из них пытается создать свою крутую плюшку. Как, например, Ричард, работая в хули... Да, именно так оно и называется. Хули, 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 хули. Создает приложение Пеги Дудочник для распознавания авторских прав. Пеги Дудочник – проприетарный сайт, который помогает узнать, не нарушает ли вашу музыку чьих-нибудь авторских прав. Но, увы, это приложение никому нахрен не интересно в долине. Петя Булочник, Эки Юбочник. Хотя, как выясняется позже, для этого приложения Ричард создал революционно новый алгоритм. Способный сжимать файлы до минимальных по весу размеров, без потери качества. Погоди-ка. Файл сколько весит? Один мегабайт? Да ну на. Ух ты. На слух компрессия вообще не слышно. И как только об этом узнают окружающие, Ричард превращается из никому неизвестного Боттона в самого желаемого человека. Даю 3 миллиона долларов прямо сейчас. 300, а вы сказали тысяч? За 10% вашей компании. Ладно, 4 миллиона. 200 тысяч. За 5%. Ладно, 10 миллионов. Недолго думая, инкубатор объединяется и создает свою компанию. Пегий Дудочник. Но вот пойдет ли у Дудочника все сладко да гладко, или все же построить свой бизнес окажется не так просто. Это вы уже узнаете из сериала. Кремниевая долина Одну из таких компаний в сериале я бы назвал пародией на Эппл. Хотя и сам Эппл там неоднократно упоминается. И это компания Холли. Ну или Хули в зависимости от перевода. Которая, ну уж очень отчаянно борется за права на Дудочника. А вообще сериал ссылается на многие известные гигантские корпорации. Да в одном только интро можно заметить кучу знакомых логотипов. Блин, ну это же так скучно. Наблюдать как куча пиджаков, борется за акции. Да, возможно так бы оно и было. Но кое-что сериал спасает. Это великолепные персонажи и потрясающая подача истории. Ебать, ебать. Начало о персонажах. Это я. И вы. Может не все. Но большая часть. Я к тому, что они не вылизанные мальчики из глянцевых обложек. И не супергении. Они обычные люди, понимающие то, что они учили. В данном случае технику и программирование. Они веселятся, они боятся, они тупят и делают все, что в их силах, чтобы чего-то добиться. И если в других фильмах и сериалах главный герой может выйти, встать в пафосную позу и толкнуть речь перед толпой, то здесь он вполне может троить, запинаться, трусить и даже обливаться. Блин. Только никому не говори. Ричард, я знаю, что денег мало, но предлагаю разориться на заднюю панель к столу. Что? Все это подводит к тому, что нам легко себя с ними ассоциировать, а значит мы сильнее за них переживаем. Также можно сказать, что в сериале нет как такового злодея. Есть большие корпорации, небольшие организации или начинающие стартапы, которые борются за место под солнцем. Да, одни тут могут поднасрать другим. Кто-то будет постоянно пытаться что-то украсть или отсудить. Если сказать иначе, то это простые попытки выжить конкурента с рынка. Бизнес чистой воды и не более. Сам сериал, по моему мнению, я бы назвал даже не сериалом, а очень детальным разбитым фильмом. Так как тут у нас цельная история, которая практически не отходит ни влево, ни вправо. Все здесь только про развитие дудочника, которое идет не так гладко, как хотелось бы. Что примечательно, в этом сериале нет злодея серии. То есть за одну серию может возникнуть проблема и за эту же серию решиться. А может и нет. Она может решиться и за пол серии. А может и за две и за три. Хотя я, конечно, и не пробовал развить такой бизнес, как у них. Но мне кажется, что Долина является отличным пособием для молодых стартапов. Так как в сериале подетально показано все. С чего нужно начинать, кого стоит привлекать и как стоит или не стоит что-либо делать. Вообще, я бы сказал, что у нас тут немножко пережеванная версия теории Большого Взрыва. Не, ну а что? Там ученые, тут технари. И те, и те борются за свои идеалы. Ну и, конечно, само собой, не без шуток. И чтобы не пропустить большую их часть, советую смотреть в переводе Кубик в Кубе. Опять из хули звонят. Эти крутые прогеры, небось, звонят поражать над моим сайтом. Ну да чье. Алло, Ричард Хендрикс. Тот самый блядский тормоз. Само собой, в сериале вас будут ждать кучи технических терминов. Если запустить этот цикл по битовому кодировщику, который мы взяли у Хендрикса, и привязать к функции, которую мы хотели... А на что вы рассчитывали? Сериал-то про программистов, технарей и кодеров. Признаюсь честно, половину терминов я ни разу не понимал. Но харизматичные персонажи тянут на себя одеяло, поэтому терминология не грузит. Что по минусам? Как я говорил раньше, так скажу и сейчас. Если сериал мне нравится, то я не ищу в нем минусов. Хотя скажу так. Если вам в принципе не интересно смотреть, как кто-то поднимает свой бизнес, или просто неинтересна вся эта техническая хрень, то какие бы ни были интересные персонажи или история, вам будет скучно. Я же в свою очередь втянулся настолько, что не выходя из плеера, я посмотрел три сезона. Думая, что все еще на первом. Это к слову о том, что я говорил, что Кремниевая долина скорее как фильм, где из-за цельности истории пропадает грань между сезонами. А я бы на это посмотрел. Ну а если обобщить все вышесказанное и прийти к одному итогу, то мы имеем сериал про... мечту. Про то, что стоит верить, даже если другие называют твою мечту говнищем, и смеются за спиной. Про то, что если веришь, то надо идти до последнего. Даже если будет не получаться. Если веришь, продолжай. Да, возможно у тебя выйдет говнище. Тут ничего не поделаешь, такова уж жизнь. Но не попробуешь, не узнаешь. Как, например, я с этим каналом. Ну а получается у меня или нет, это уже решать вам. Ну а на этом у нас все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Кин. А если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вам это очень интересно? Слегка интересно или неинтересно? Отвечайте. 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 А в описании вас ждут ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу в ВК и Инстаграм. А также в субботу и воскресенье я жду вас на стримах выходного дня. Ай-яй-яй. Ай. Аж отбесить меня уже. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и всегда верьте в себя. Ну а я-то в вас точно буду верить. Пока. И сегодня собирайте вещички, так как мы отправляемся в Кремниевую долину. так отчаянно борющиеся за права на дучи и так господа с чем скоплением вы скота тех части тех 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 так отчаянно борющиеся ну там вышел а если бы там вышел сериал по звездным войнам но я в них не шарю рубрику 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 ну а я же как бы ну а я же как но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов